Прогуляться вдоль трамвайных путей мы решили не просто так. Дело в том, что уже второй день подряд наш город стоит в новогодних пробках. Водители тратят здесь время по 40-50 минут, чтобы добраться до места назначения. Вчера в городе были зафиксированы рекордные 9-бальные заторы по шкале сервиса Яндекс.Пробки. Движение было полностью парализовано на всех центральных магистралях. Своё возмущение и негодование водители высказывали в комментариях. Мне бумагу передайте. На ЦРВ стою. Мысленно в первом января и на пустых дорогах. Даже на трамвае опаздываю на работу. Жесть. Бой курантов встречу тут. Максимум на 300 метров дальше. На Ботанической едем уже час. Жрать хочется. Есть у кого-нибудь бутер или сосиска в тесте? Угостите. Специалисты отмечают, это не новость. Коллапс в городе образуется каждый год. Причины пробок, как обычное несоблюдение правил дорожного движения, гололедицы, светофоры и, как бы это странно ни звучало, сами машины. У нас уровень автомобилизации населения, он растёт, неуклонно с каждым годом. Сейчас в городе зарегистрировано 140 тысяч практически личного автотранспорта. Это процентов на 15 больше, чем 5 лет назад. Наши дороги на такой поток просто не рассчитаны, говорят специалисты сегодня. Отсюда и заторы. У нас, к сожалению, не кольцевое развитие города. Если бы дома, жилой массив развивался вокруг трамвайного кольца, проблем было бы меньше. А так у нас радиальное развитие города. Пригородные районы тоже вносят свой большой вклад в транспортные заторы. Изменить ситуацию может только расширение мостовой и увеличение развязок. В пробках часто здесь стоите? Каждый день уже две недели. В чём причина, как думаете? Мост нужен ещё один. Через железную дорогу. Новый мост появится не раньше 2024 года. Вот и получается, что проблема пробок в городе будет только расти. Пока же специалисты просят потерпеть и передвигаться в канун Нового года на общественном транспорте. Екатерина Иллистратова, Даниил Духисанов. Новости дня. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!